Субъекты России позволят реструктурировать свои кредиты. Речь об этом шла на правительственном заседании по региональному развитию. Участие в нем принял губернатор Игорь Кошин. Исследования воды, почвы и воздуха будут проводить в Наринмаре. В окружной столице появится лицензированная лаборатория. Начиная от мотков коволоки и гвоздей, заканчивая старой спецтехникой и хозяйственными постройками, на Колгуеве продолжается очистка от металлолома. Соглашения с регионами о реструктуризации кредитов должны быть парафированы до 1 декабря 2017 года. Об этом сегодня в ходе заседания правительственной комиссии по региональному развитию, участие в котором принял губернатор Неницкого округа, заявил министр финансов России Антон Силуанов. По словам министра, такие соглашения будут содержать ряд условий, которые регионы должны выполнять для участия в программе реструктуризации. При этом субъекты федерации, которые в течение первых двух лет будут показывать хорошие результаты с точки зрения формирования собственной доходной базы, то есть будут демонстрировать рост доходов в реальном выражении выше темпов инфляции, смогут осуществить реструктуризацию на более длительный срок – на 12 лет. В числе необходимых условий участия в реструктуризации Силуанов назвал сокращение задолженности регионами по рыночным кредитам до 50% от собственных доходов к 1 января 2020 года, отсутствие размещенных бюджетных средств субъекта Российской Федерации на банковских депозитах сроком более одного месяца и ограничение ставки по коммерческим кредитам на уровне ключевой ставки Центрального банка плюс 1% пункт. Кроме того, министр отметил, что правительство больше не будет предоставлять регионам длинных бюджетных кредитов. Теперь основная кредитная бюджетная поддержка регионов будет осуществляться для того, чтобы обеспечить своевременное исполнение субъектами всех обязательств по погашению кредиторской задолженности. В Наринмаре публично обсудили правовые нарушения в сфере здравоохранения. С этой целью в столицу региона приехал руководитель территориального органа Росздравнадзора по Архангельской области Неницкому округу Виктор Стародубенко. Публичное слушание собрали представители медицинского сообщества региона. Речь шла о типовых нарушениях медицинских требований и регламентов и о мерах по их предотвращению в лечебных и фармацевтических учреждениях Неницкого округа. Как пояснили в ведомстве, надзор в сфере здравоохранения в России меняет формат и будет ориентирован в первую очередь на профилактику нарушений, а не наказания по итогам выявленных недоработок. В связи с этим и проводятся публичные слушания, на которых будут представлены типовые и массовые нарушения в медицинской деятельности, а также в сфере обращения с лекарственными средствами и изделиями меднозначения. Это соблюдение лечебных требований условий, это подготовка кадров. Очень много нарушений мы находим при обращении лекарственных препаратов и при условии хранения в лечебных учреждениях, аптечных учреждениях, при уничтожении лекарственных препаратов, при обращении медицинских изделий. Очень много нарушений находим, выявляем. Но только могу сказать, что до прошлого года у нас было свыше полутора миллионов штрафных санций приведено в различные медицинские фарма-организации после проведения наших проверок. Эффект мы ожидаем довольно-таки большой, потому что разъяснить медицинскому фарма-сообществу о том, какие у них есть права и какие права есть у контрольно-надзорных органов, наверное, надо. Постоянно изменяется законодательная база здравоохранения, очень быстро изменяются условия работы. Доклад, где представлены итоги проверок Росздравнадзора на территории Нинецкого округа, проверок как медучреждений, так и органов власти в сфере здравоохранения, опубликован на сайте территориального органа Федерального ведомства с 12 сентября. Любой житель НАО сможет написать вопросы, предложения, замечания или комментарии к докладу, заполнив форму в разделе «Контроль и надзор. Профилактика правонарушений. Вопросы, предложения и замечания. Комментарии к докладу». Лабораторные исследования воды, почвы и воздуха будут проводить в Наринмаре. Об этом сообщил замдиректора Центра природопользования и охраны окружающей среды Игорь Кисляков во время рабочей встречи с депутатами окружного собрания. Парламентарии посетили здание административно-бытового комплекса Наринмарского морского торгового порта, находящегося на праве оперативного управления у казенного учреждения Центра природопользования и охраны окружающей среды. Депутаты посмотрели, как проходит ремонт здания, в которое переедет окружное учреждение. В настоящее время в здании завершаются отделочные работы. Ремонт планируют завершить уже в октябре текущего года. После этого начнется процедура лицензирования окружной лаборатории. Ввод ее в эксплуатацию поможет ускорить проведение лабораторных исследований. «Проведить анализы, химанализ, выявлять вредные вещества, нефтепродукты, тяжелые металлы, органика, неорганика и всякие примеси. Непосредственно у нас есть оборудование, которое будет находиться в лаборатории самой. Есть оборудование процентивное переносное, которое можно брать с собой на выезд и делать анализ непосредственно уже на объектах. То есть в пункт, на реках, озерах». Кроме того, в округе созданы особо охраняемые природные территории, граничащие с участками, на которых ведется добыча полезных ископаемых. Это также дает возможность в случае аварии без различных согласований оперативно проводить исследования почвы, воды и воздуха. «Нам не надо даже какого-то разрешения, как Росприроднадзор и так далее, выезды. У них всегда связаны с уведомлением этих организаций. Мы же непосредственно можем спокойно ехать на свою территорию и брать эти пробы и анализы». На ремонт здания административно-бытового комплекса в рамках соглашения с недропользователями направлено порядка 19 миллионов рублей. В настоящее время необходимо провести ремонт и утепление кровли, а также подвести канализационные сети. Вопрос выделения средств на эти цели будет обсуждаться на комиссиях в собрании депутатов Неницкого округа. В Арктике продолжается генеральная уборка. С прибрежных территорий уже собрали более 10 тысяч тонн металлолома. Глобальная очистка от крупного железного мусора сейчас ведется в поселке Амдрама и на острове Колгуев. В общей сложности на этих территориях предстоит рекультивировать порядка 150 тысяч гектаров. Подробности в материале наших коллег. К Арктическому острову добираемся на вертолете. С воздуха масштабы загрязнения просматриваются более отчетливо. Омываемые водами Северного Ледовитого океана эти земли расположены в 80 километрах от материка. Общая площадь Колгуева около 350 тысяч гектаров. Из них 50 тысяч еще летом этого года были буквально усыпаны металлоломом. Генеральные уборки арктических земель приступили в начале августа. На уборке острова у нас задействованы 5 единиц техники. Это 2 КАМАЗа самосвала, КАМАЗ-манипулятор, 2 экскаватора и порядка 30 человек рабочих. В основном все скомпление металлолома находится в береговой линии. Экскаваторы выкапывают что-то, манипулятор подбирает. Это все грузится в самосвалы, перерабатывается рабочими и складируется вот на этой площадке. При очистке прибрежной полосы используется сплошной метод. То есть собираются не только большие конструкции, но и весь остальной лом. Начиная от мотков проволоки и гвоздей и заканчивая старой спецтехникой и хозяйственными постройками. Такое наследство оставили геологоразведчики, которые занимались исследованием острова в 80-х годах прошлого столетия. В этой огромной груди около 10 тысяч тонн металлолома. Его собрали на прибрежной территории, площадью более 30 тысяч гектаров. Весь этот мусор будут вывозить отсюда по морю. За месяц с небольшим на Колгуеве рекультивировали 60 процентов загрязненных земель. Остальное доделают в навигацию 2018-го. Весь металл будет использован вторично. Его пустит в переработку компания, которая и занимается уборкой Арктики. Металлический лом имеет свою цену. Мы все просчитали, все риски. И попытаемся очистить без помощи федерального бюджета. Еще один объект, попавший в поле зрения санитаров Арктики – город призрак Амдерма. Этот населенный пункт еще называют Полярной Припятью. Когда-то здесь стоял авиационный полк, работали полярные лаборатории и добывали флюорид, который использовался в металлургии и химической промышленности. В 90-е годы военные покинули Амдерминский гарнизон. Следом за ними уехали и большинство остальных жителей. Фронт работ по рекультивации здесь внушительный. Объем металлолома, который остался от прошлых хозяйственников, более 100 тысяч тонн. Очень масштабная компания. У нас в округе, я не помню, что ввелось, ввелось на таком уровне. Поэтому год экологии, уборка арктической зоны Российской Федерации, уборка впечатляет. В ближайшее время из прибрежного поселка соберут и вывезут порядка 15 тысяч тонн. Остальное будет планомерно собираться с территории поселка в ходе следующих навигаций. Полностью очистить Амдрому от железного мусора планируют к 2020 году. Алина Ваучейская, Сергей Качиков, телеканал «Север», Ненецкий автономный округ. Наринмар начинает готовиться к паводку 2018 года. После встреч с ТОСами и по обращениям горожан, мэрии принято решение о выполнении ряда работ по укреплению противопаводковых насыпей уже этой осенью. Определены три территории, которые в период паводка регулярно подтапливают. Работы по отсыпке песком и гравием будут проведены в микрорайоне Старый аэропорт, в районах переулка Сахалинский и по улице 60 лет Октября. На работу по укреплению противопаводковых насыпей потребуется порядка 800 тысяч рублей. Как отметил мэр города Олег Белак, к вопросу укрепления противопаводковых насыпей должен быть комплексный подход. Необходимо использовать не только песок, но и гравий. Противоэрозийную сетку, торфяную смесь и, конечно, засевать территорией травой. И все это нужно делать летом и осенью. Саратовские авиалинии открыли продажу билетов в период зимнего расписания по маршруту Наринмар-Санкт-Петербург-Наринмар. Полеты будут выполняться еженедельно по средам с 1 ноября по 21 марта на самолете Ан-148. Как сообщили в авиакомпании, вылет из аэропорта Пулково-Санкт-Петербурга запланировано на 16.30. Прибытие в аэропорт Наринмара – 18.50. Время в пути составит 2 часа 20 минут. Из Наринмара в северную столицу самолет будет отправляться в 19.40. Прибытие в аэропорт Санкт-Петербурга – в 22.20. Также по средам. На регулярном маршруте предусмотрен льготный тариф социальный – 5500 рублей. Билет по такой цене могут приобрести пассажиры в возрасте до 24 лет и пенсионеры – женщины старше 60 лет и мужчины старше 65. Купить билеты по тарифу социальный можно только в авиакассах города. Уточнить расписание рейсов и приобрести билет без агентских сборов можно на сайте авиакомпании. Заслуженные премии за большие победы. Окружных спортсменов и их тренеров будут поощрять за успехи на международных соревнованиях на региональном уровне. Успехи спортсменов Ненецкого округа на международном уровне будут оценены. Соответствующие изменения в региональное постановление сегодня были одобренные на заседании администрации. Таким образом, окружные спортсмены и их тренеры смогут получить заслуженные премии. О цене победы расскажет Любовь Пермякова. Окружные спортсмены выходят на новый международный уровень, показывая высокие результаты. Таких спортсменов и тех, кто дает путевку в мир большого спорта, тренеров необходимо награждать, уверены в Департаменте образования, культуры и спорта. Но в действующем положении округа за такие высокие заслуги вознаграждения не были предусмотрены. Они были лишь для тех, кто добрался до первенств и чемпионатов России. Поскольку у нас появился спортсмен уровня сборной команды России, и он потенциальный, на наш взгляд, кандидат для выступления, прежде всего, в первенствах мира среди юниоров, в соревнованиях Всемирной универсиады. У нас возникла необходимость предусмотреть такую возможность, если он займет высокие места призовые, пошить спортсменов. То есть можно считать, что Александр такой первый открыватель, да, такого уровня спортивных достижений? В нашем округе, да, это первый спортсмен такого высокого уровня. Спортсмен, о котором идет речь, 18-летний лыжник Александр Терентьев, один из воспитанников спортивной школы труд, которая осуществляет подготовку спортивного резерва не только для сборных команд НАУ, но и сборной Российской Федерации. В связи с тем, что в этом году Александру удалось попасть в состав сборной России, и он претендует на участие в международных соревнованиях, сектором физической культуры и спорта при окружном департаменте было принято решение добавить в рамк имеющихся достижений более высокие заслуги, чтобы наградить спортсмена и его тренера. Предлагается включить в положение рамк соревнований первенства мира среди молодежи, юниоров, европейский юношеский фестиваль, всемирный универсиадок. Принятие постановления потребует дополнительных бюджетных ассигнований из бюджета Нениско-Автономного округа в размере 150 тысяч рублей, которые предусмотрены в проекте бюджета на 2018 год и плановый период 2019-2020 года. Согласно разработанному рангу соревнований, за первое место в первенстве мира среди молодежи и юниоров, а также Европейском олимпийском юношеском фестивале и Всемирной универсиаде спортсмен и тренер смогут получить вознаграждение в размере 50 тысяч рублей, за второе место 30 тысяч и за третье 20. Данное постановление вступит в силу 1 января 2018 года. В школах Нениско-Автономного округа стартовала неделя безопасности дорожного движения. Проведение акции обусловлено статистикой ДТП с участием несовершеннолетних, началом учебного года и значительным сокращением светового дня. За 8 месяцев с начала года на дорогах города Нарьинмара с участием несовершеннолетних произошло 5 дорожно-транспортных происшествий, пятеро детей получили травмы. Такая же ситуация наблюдалась и в прошлом году. В большинстве случаев, как отмечают в полиции, виновниками аварии становились дети, которые не соблюдали правила дорожного движения. В рамках недели безопасности дорожного движения сотрудники госавтоинспекции вместе с родителями и представителями образовательных организаций проведут цикл мероприятий, цель которых – снизить уровень травматизма и количество ДТП с участием несовершеннолетних. В мероприятиях примут участие общественные организации, волонтеры, участники отрядов юных инспекторов движения. С этого года неделя детской дорожной безопасности включена в календарь образовательных событий Министерства образования и науки России и будет проводиться ежегодно. Неделя безопасности призвана привлечь внимание общественности к проблеме снижения аварийности с участием детей. К данному мероприятию на территории округа присоединились представители уполномоченного по правам ребенка, а также региональное отделение российское движение школьников. Что касается отдельных акций недели, то сегодня на площади Маратсей прошла акция «Засветись». Ученикам напомнили, что использование световозвращающих элементов на одежде снижает риск наезда автомобиля на пешеходах в темное время суток в 6-8 раз. Такие элементы есть у каждого младшего школьника Неницкого округа. Ежегодно фликерами обеспечивают детей в рамках региональной госпрограммы. Сборная Неницкого округа выиграла полуфинал Центральной лиги КВН Москвы и Подмосковья. Ребята стали лучшими среди пяти команд из Москвы, Петербурга, Бишкека и Алматы. Как сообщила в телефонном интервью капитан сборной НАУ Надежда Польнева, с самого начала КВН, который стартовал с конкурса «Приветствия», ребята стали выбиваться в лидеры. Кроме приветствия, юмором, северным колоритом сборная НАУ блеснула еще в трех конкурсах. Это разминка, новости и музыкальный номер. Впереди ребят ждет финал Центральной лиги Москвы и Подмосковья, или, как еще называют, лампа. Это вершина всего столичного движения нетелевизионного КВН, руководителем которой является Александр Масляков-младший. Чемпионы наиболее успешной команды Лиги Москвы и Подмосковья следующий сезон начинают в телевизионной премьер-лиге, но при условии успешного выступления на Сочинском фестивале. На этом у меня все. Далее смотрите прогноз погоды.